В Сочи ограбили букмекерскую контору. Преступник связал администратора и похитил более 400 тысяч рублей. Договора нет, а мусор есть всегда. Спецавтохозяйство проверило кафе и магазины. Итоги неутешительны. В Сочи открылась новая волна. Оценить таланты участников можно будет бесплатно на вечерней дискотеке. В Сочи ограбили букмекерскую контору. Преступник связал администратора и похитил более 400 тысяч рублей. В полицию заявила управляющая. Прибывшие сотрудники полиции установили, что мужчина зашел в заведение и, угрожая, потребовал отдать выручку. Женщина пыталась сопротивляться, поэтому злоумышленник связал ей руки и украл деньги из кассы. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину неподалеку от места преступления. Похищенные деньги были изъяты. Злоумышленником оказался 39-летний житель Архангельской области, который приехал в Сочи на заработки. Установлено, что ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Тоны неучтенного, а, соответственно, и неоплаченного мусора приходится ежедневно вывозить сочинскому саху. И рядовые сочинцы, и магазины с кафе зачастую не заключают договоры на вывоз мусора, но выбрасывают мешки с отходами в контейнеры спецавтохозяйства. Сегодня наша съемочная группа вместе со специалистами саха отправилась в рейд по предприятиям торговли и общепита. Цель – проверить, есть ли у предприятий договор на вывоз мусора. Итоги мониторинга у Ольги Десятовой. Улица Воровского. Со специалистом саха отправляемся в рейд. Первый в очереди – сетевой продуктовый магазин. Скажите, пожалуйста, договор на вывоз мусора у вас есть? Ну, я не знаю, это надо в офисе вашего. Вот это вот не надо, я не буду с вами разговаривать. С камерами, что, звезду нашли? Разговаривать о договоре на вывоз мусора в магазине отказались. Впрочем, в спецавтохозяйстве и так знают, что никакой бумаги нет. Проверили в реестре. Еще одно подтверждение тому – вот это короткое видео, снятое сотрудниками САХа. Магазин «Черемушки»? Да. А номер договора не знаете? А у меня нету договора. В соседнем кафе та же картина. О договоре здесь знать не знают. Отправляемся в это же заведение на соседней улице. Бумагу нам не показывают, но уверяют – мусор складывают в специальный контейнер и вывозят. Вот только куда – не уточняют. В отличие от этой пиццерии, которой, очевидно, скрывать нечего. Договор у компании заключен. Предприятие работает честно, оплачивая все коммунальные услуги. Я лично спокойно. Я люблю порядок. Все четко. Выносим мусор, аккуратно складываем. Все. Большой мешок. По-моему, вечером вывозят. Удобно. Но таких примеров немного. На улице Воровского было проверено 145 кафе и магазинов. Оказалось, что 84 предприятия выбрасывают отходы в контейнеры САХА, никак их не оплачивая. Одним словом, наносят колоссальный финансовый ущерб спецавтохозяйству. Мы хотели привлечь все-таки внимание тех недобросовестных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые хотят, чтобы город был чистый, мусор убирался своевременно, чтобы контейнеры все были не поломанные, не грязные, машины наши своевременно приезжали, тоже были чистые. Однако, вывозя очень много никем не оплаченного мусора и осуществляя такие незаконные сбросы, они наносят убытки нашему предприятию. И касается это не только кафе и магазинов. Хостелы и мини-гостиницы – это отдельная проблема для САХА. В большинстве своем такие небольшие объекты размещения не заключают договор на вывоз мусора. Между тем, за сезон они принимают тысячи туристов. Гостевые дома получают неплохую прибыль, а САХ терпит убытки. Ведь даже неучтенный, а соответственно и неоплаченный мусор с контейнерных площадок все равно приходится вывозить. В хостеле на улице Цурюпы ситуация уже привычная. Есть ли заветная бумага, уверяет администратор, знает только хозяин мини-отеля, которого на месте нет. А в магазине на первом этаже гостиницы честно, хотя и не на камеру, признаются – мусор выбрасывают, никак не оплачивая услугу. У нас он не заключен. Самое главное. Почему? Он у вас до сих пор не заключен, вы работаете давно уже. Специалист спецавтохозяйства выписывает уведомление с просьбой заключить договор на вывоз отходов. Впрочем, одним разговором дело может не ограничиться. Краевым кодексом об административных правонарушениях предусмотрены штрафы. Для юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей. Вот только выписать такой штраф непросто. Всем лицам, которым назначен штраф, есть сроки оплаты. Если они их не соблюдают, то включается процесс принудительного взыскания данного штрафа. С юридическими лицами, да, безусловно, работа сложнее. Потому что существует ряд ограничений, установленных федеральным законодательством. И просто прийти проверить наличие договора достаточно сложно. Проще с физлицами, обычными горожанами. Наличие договора здесь проверить проще, да и на контакт они идут легче. Только за последнее время, благодаря работе мониторинговых групп, у САХа на несколько сотен абонентов стало больше. Впрочем, в предприятии отмечают, компания не настаивает, чтобы договор на вывоз ТБО заключали именно с ней. В городе есть и другие предприятия по утилизации отходов. Единственное пожелание от спецавтохозяйства – видеть на своих контейнерных площадках только тот мусор, за который исправно платят. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К другим новостям. На Кубани сохранят региональные льготы для пожилых людей, которые не достигли нынешнего пенсионного возраста. Социальную поддержку получат 55-летние женщины и 60-летние мужчины, которые фактически выйдут на заслуженный отдых позже. Об этом сегодня журналистам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Уже подготовлена инициатива по внесению изменений в отдельные законодательные акты края. Они будут инициированы в ближайшее время в ЗСК. На эти меры поддержки в краевом бюджете в 2019 году будет предусмотрено почти 9 миллиардов рублей. В первую очередь речь идет о предоставлении льгот на проезд, а также компенсации расходов на оплату ЖКУ ветеранам труда и военной службы. Это социально значимая инициатива, потому что выплаты зачастую ощутимо сказываются даже на бюджете работающей семьи, не говоря о пенсионерах. Для отдельных категорий жителей края сохранятся льготы и по оплате капитального ремонта. Еще одинокие жители края, не являющиеся инвалидами, с 2019 года также смогут получить компенсацию за покупку протезно-ортопедических изделий и слуховых аппаратов за свой счет. Историческая веха в развитии промышленности региона. На Краснодарском заводе имени Седина начали собирать новые приборы. Предприятие «Приемник» сохранило старые традиции, специалисты высокого уровня не потеряли работу. Обновленные цеха посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Подробности у наших краснодарских коллег. Станок под инвентаризационным номером 1 уже ждет своего часа. Его готовность 90%, а остались последние штрихи. Уже в конце сентября он отправится на ремонт на механический завод в Красноярский край. На его железных плечах будет лежать миссия по обработке универсальных деталей. Их вес может достигать 8 тонн. Это первый агрегат, который собрали на обновленном заводе имени Седина. Сейчас цех работает как часы. Станок за станком метр за метром. Новое руководство восстанавливает завод. Но главное богатство предприятия – это даже не высокотехнологичные приборы, а люди. Это преемники Сединской инженерно-технической школы. Они считают своим долгом передать знания и опыт молодому поколению. Уже есть договоренность с Краснодарским технологическим университетом сделать на базе завода кузницу кадров будущих специалистов. Протачивать надо. Это что за уступки у тебя получились? Ладно, зайдем на день. Сегодня со старожилами предприятия встретился глава региона Вениамин Кондратик. Ему показывают обновленные цеха и станки. Да, изменилась мощность завода. Если раньше здесь собирали около тысячи машин, то сейчас порядка 150. Однако это не типовые станки, а приборы, созданные по индивидуальному запросу заказчика. Сегодня мы работаем на компьютерах. Производительность конструкторского труда выросла минимум раз в 10. То, что тут начинается работа и то, что есть перспективы, это очень хорошо. А перспективы действительно заманчивые. Сейчас конструкторский отдел работает над серией станков для рынка России и стран СНГ. Оборудование будут поставлять на предприятия тяжелой промышленности и даже на оборонный комплекс России. Строят планы на расширение производства. Планируется, что до 2020 года здесь будут работать до 300 человек. Исторический завод должен вновь заявить о себе на всю страну, считает Вениамин Кондратьев. Наша страна в рамках сегодняшних условий возвращается к собственному и станкостроению, и токарному производству. Завод имени Сенина будет очень важным звеном в этой новой экономике, в этой новой индустрии современной России. Очень важным звеном. Я думаю, даже одним из основных звеньев. В 2014 году предприятие попало в кредитную яму. Обороты средств отсутствовали. В следующем году предприятие объявили банкротом. Тогда губернатор края поставил задачу разработать проект восстановления на базе завода и найти инвестора. Приемником предприятия стал Южный завод тяжелого станкостроения. Сейчас про то темное время напоминают помещение, где еще не приступили к реконструкции. Хорошо, что вы говорите, это было. Это можно сказать, она доживала. И практически, я еще раз подчеркиваю, задача была максимальная, сделать так, чтобы здесь вообще ничего не было. И появился очередной какой-то жилой комплекс. Но слишком дорогая цена будет у этих жилых комплексов. Потеря нашего машиностроения, краснодарского машиностроения. Мы не можем такую цену платить за жилые комплексы. Не можем. Но сегодня, сегодня, еще раз подчеркиваю, ни у кого нет сомнений, здесь будет завод. Был, есть и будет. Руководство предприятия может рассчитывать на краевые программы и средства из Фонда развития промышленности. Власти готовы поддерживать и развивать завод. Многие уже с ним попрощались, распрощались. И те ветераны завода, которые уже не работают, они при встрече со мной два года назад говорили, что все, нету этого завода. Да и мы многие с трудом верили, что завод имени Сегина сможет возродиться. Что он не превратится в очередной микро-район или жилой комплекс или торговый центр, а снова будет выпускать станки. Я еще раз подчеркиваю, не просто вернуть цех или станок к тому профильному назначению, изначально в котором он создавался. Но вы это делаете. Уже скоро предприятие включится в гонку за промышленными рекордами. В целом на развитие отрасли в этом году из Фонда планируют направить 500 миллионов рублей. Деньги выделят на самые перспективные и выгодные проекты с минимальной процентной ставкой от 3 до 6%. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Москаленко и Денис Перец. Кубань-24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Сочинская авиагавань стала самым популярным региональным аэропортом этим летом. Данные предоставило Федеральное агентство воздушного транспорта. Так, специалисты Росавиации отмечают, что в июле, в период максимальной активности авиапассажиров, в аэропорту курорта было зарегистрировано почти 850 тысяч человек, которые совершили перелеты. Второе место занял Екатеринбург. Пассажиропоток там составил 650 тысяч граждан. На третьем месте – Новосибирск. Столичные аэропорты принимают гораздо большее число пассажиров. Услугами Пулкова в Санкт-Петербурге воспользовались свыше 2 миллионов человек, а московского Шереметьево – 16 миллионов пассажиров. Развитие туризма глазами молодежи. Студенты Сочи могут предложить свои идеи на региональный конкурс «Курортный Олимпроекты». К участию приглашаются студенты высших и средних учебных заведений. Принимаются как индивидуальные, так и групповые работы. Всего в конкурсе 8 номинаций. Чтобы попасть в тройку лидеров и пройти в очный этап, участникам необходимо отразить в работе уникальность, экономическую эффективность проекта и реальность его воплощения. Работу в виде мультимедийной презентации необходимо направить до 19 октября в Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. «Новая волна» подарит сочинцам сразу несколько бесплатных концертов. Накануне же состоялось официальное открытие конкурса молодых исполнителей и первый тур. Ну а в целом за пять дней, обещают звезды российской эстрады, традиционный фестиваль преподнесет зрителям массу сюрпризов, как их именно организаторы рассказали на пресс-конференции. Стартовала новая волна с особым настроением, а если точнее, синим. Открытие конкурса фестиваля доверили королю Филиппу Киркорову и его новому хиту «Цвет настроения синий». Песня хоть и раскрученная, но накануне состоялась ее премьера. Вообще в этом году хотел взять такой тайм-аут для себя, потому что очень был яркий прошлый год. Опять-таки это юбилей и все. Но вот как всегда, когда не ждешь, оно приходит. И песня «Цвет настроения синий», которая родилась весной этого года, и страсти по ней все еще тоже не умолкают, не утихают. Говорят, что трудно в одну реку попасть дважды, но с Ибицей, по-моему, происходит то же самое. Это редкий случай, когда вслед за одним хитом сразу получается второй хит. И благодаря нашей настоящей мужской дружбе с Николаем Басковым родилась еще одна песня. Телевизионная премьера песни «Ибица» состоится в день премьер. Помимо музыкальных сюрпризов, артисты обещают много других неожиданностей. Наверняка что-нибудь отчебучу. Главное было бы с кем. Но судя по тому, что компания у нас собралась верная, проверенная. Сережа Лазарев, Анни Лорак, я думаю, что Коля Басков. Я думаю, что мы обязательно повеселим, зажжем в очередной раз на конкурсе «Новая волна» и на официальной сцене, и на автопати. В целом в рамках «Новой волны» состоятся пять больших концертов. В день открытия фестиваля конкурса в Эмеретинке пел Баста. Юбилей отметила группа А-студио. Сегодня все звезды исполнили песни Агутина, у которого тоже юбилейный год. Также свои юбилейные вечера проведут Пресняков и Аллегрова. 6 сентября на курорте Эмеретинский дискотека Муз-ТВ. Вход свободный. На следующий день в пятницу. Участники споют в центре Сочи, на Южном Аллу. Сюда также приглашаются все желающие. А еще организаторы приглашают в Эмеретинку детей. В большом концерте примут участие юные конкурсанты проектов «Ты супер» и «Детская новая волна». 8 сентября ожидается выступление Тимати и Егора Крида. Стоимость билета отмечают организаторы символическая – 500 рублей. Что касается места проведения, то артисты отметили, что переезд из Юрмалы хоть и был болезненным, но решение в итоге оказалось верным. За четыре года «Новая волна» в Южной столице стала набирать новые обороты. Этот уникальный проект имеет для нас важное, очень важное значение, поскольку носит мощный имиджевый характер и является для нас сегодня серьезным инструментом для продвижения главного российского курорта. Город за эти четыре года стал круглогодичным курортом, очень любимым курортом, посещаемым курортом. И мы всем предлагаем еще и найти время, чтобы побывать в городе, полюбоваться красотами, увидеть, что сочинцы действительно очень добродушные и очень гостеприимные. К слову, музы «Новой волны» в этом году снова не будет. Да и в принципе, говорит Игорь Крутой, Пугачеву на этот раз не беспокоили приглашением. А вот на 17-м фестивале без Примадонны не обойтись. Следующий год для Аллы Пугачевой и юбилейный, впрочем, как и для самого Крутого. Поэтому «Новая волна» 2019, а значит и новые сюрпризы. Татьяна Говоркова, Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочи готовится к открытию фестиваля органной музыки. По счету он уже 19-й. Гостей, обещает городская филармония, будет масса, в том числе из Европы. Это и мэтры, и талантливая молодежь. Сегодня сочинские участники фестиваля, который считается одним из культурных брендов Юга России, приступили к репетиции. Поскольку фестиваль органной музыки проводится в курортном городе, то и миссия у него особая – знакомить со звучанием настоящего живого органа многочисленных гостей Сочи. Многие именно здесь слышат орган в первый раз. В этом году музыканты представят совершенно новую программу для органа с оркестром, которая ранее еще не звучала в нашем городе. Это так называемый славянский концерт Сергея Слонимского, старейшего представителя Петербургской композиторской школы. Такая новинка прозвучит на закрытии фестиваля 30 сентября. Откроется же фестиваль 9 сентября традиционным сочинением, самым знаменитым в органной музыкальной литературе. Это концерт Франсиса Пуленко для органа, струнных или тавр. 14 сентября наш гость из Италии представит нам новинку, неизвестное произведение итальянского композитора Энрико Босси. Опус 100 называется «Концерт для органа Валторн, Литавр и струнного оркестра». Это очень необычное сочетание инструментов. Фестиваль Кулуарно называют рыцарским турниром, так как за органом будут лишь мужчины. Но, разумеется, их выступления украсят и дамы, орфистки, скрипачки, в том числе и сочинского симфонического оркестра. В целом же список артистов внушителен. Три представителя европейских школ – Польши, Италии и Австрии. Два органиста, представляющие наш южный регион, связанные с нашим городом. Это заслуженный артист России Михаил Павали и Владимир Королевский, лауреат международных конкурсов. Марио Чефери из Италии, Эрнст Валли и флейтист Владимир Мандрин из Австрии, Витольд Залевский из Кракова. И, как я уже сказала, Михаил Павали и Владимир Королевский – это наши органисты, к которым мы особенно трепетно относимся. Вот таких семь концертов. Как известно в музыке, семь нот. Такой музыкальный аккорд, вот такая музыкальная, точнее, гамма, из семи концертов, разнообразных по форме, разнообразных по статусу исполнителей. И, мне кажется, это настоящее украшение курортного сентября. Матч с комментатором-болельщиком хоккейного Сочи доступна новая опция. Теперь на домашних играх клуба, которые проходят во Дворце Спорта Большой, работает приложение «Мобильный комментатор». Оно разрабатывалось при участии общества слепых и слабовидящих людей. Все, что требуется – установить приложение на свой гаджет, выбрать нужную трансляцию в списке и включить наушники. Авторы программы объясняют ее суть тем, что хотят сделать просмотр матчей более интересным для зрителей и помочь слепым и слабовидящим людям комфортно чувствовать себя на стадионе. Сегодня многие сочинцы уже оценили рыбную продукцию компании «Рыбак Камчатки». Она привезла в Сочи новый ассортимент. Полезные дальневосточные деликатесы можно найти на выставке «Православие и мир» в павильоне на площади Северного мола. У компании «Рыбак Камчатки» море постоянных покупателей. Все в один голос говорят – доверяют только дальневосточным мастерам, которые коптят рыбу на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Доставляют деликатесы без заморозки, сохраняя полезные кислоты омега-3 и витамины Е, Д, А. Здесь же морепродукты и большой выбор консервов. Хочется жирненькой такой омега-3 покушать, вкусненькой. Народ хочет настоящей сахалинской, камчатской рыбы, потому что это удовольствие для каждого человека. Процесс копчения сходен с обработкой горячим паром, в результате чего в рыбе сохраняется до 80% фосфора, кальция и йода. Здесь 30 разновидностей копченой рыбы – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт – царица лососевых, редкая деликатесная чавыча. Настоящая красная икра, богатая витаминами, она сразу же создает настроение праздника в доме. Приобрести все это можно до 10 сентября на выставке «Православие и мир» в отдельном павильоне на площади Северного мола у Нового морпорта «Круизная гавань-4». Ольга Десятого, Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok